Добрый вечер! В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. К обслуживанию домов в Свердловском районе приступают новые подрядные организации с предыдущими подрядчиками, компаниями Винтех и Ка и Бытсервис. Управляющий компанией ЖСК договор расторгает. И такое решение принято после многочисленных жалоб со стороны в адрес подрядных организаций. Об этом сегодня поговорим с руководителем, генеральным директором управляющей компании ЖСК Дмитрием Пахтенковым. Добрый вечер! Добрый вечер! Вот такой серьезный, я бы даже сказала, скандальный повод событийный. А чем не устраивают эти компании? Смотрите, за работой подрядных организаций управляющая компания ведет постоянный мониторинг. Мониторинг мы ведем и отслеживая обращения граждан, количество обращений граждан, отрицательные, положительные. Плюсом сотрудники управляющей компании ежедневно проверяют территории, проверяют на квартирные дома и видят, как и что делает подрядная организация. К сожалению, в Серовском районе сложилась такая ситуация, что подрядные организации на протяжении длительного времени стали исполняться обязанности гораздо хуже. Что стало этой причиной, по крайней мере, сейчас однозначно сказать не могу, но недовольство жителей росло, растет. И чтобы это прекратить, было принято решение сменить подрядные организации на новые. А как они отреагировали и где взять новых? Потому что в последнее время, я знаю, в таких хозяйствующих компаниях очень большой дефицит персонала. Это связано и с оттоком мигрантов, в том числе. Но вот как сейчас ситуация и сложно ли было найти замену? Ну, смотрите, одна из причин ухудшения работы подрядных организаций, это то, что в штате данных компаний уже количество людей, необходимых для обслуживания содержания, не находило должного количества. Люди были либо уволены, либо уволились, либо, может быть, действительно там работали мигранты. На сегодняшний день на работу в Серовском районе заходит подрядная организация, которая зарекомендовала себя в Ленинском и Киевском районах. Это АДС, аварийно-диспетчерская служба, которая уже на протяжении многих лет трудится и устраивает их работа, жители города Красноярска. Общество с ограниченной ответственностью «Алвис», которое также трудится на жилом фонде в Ленинском районе. И компания «Нормобыта», которая будет заниматься санитарным содержанием. Это уборка мусоропроводов, лестничных площадок и предновой территории. А вы с ними уже сотрудничали или это отзывы других? Данные компании работают также на контрактах с управлением компанией ЖСК, так как у нас дома управления имеются во всех районах города. Поэтому были выбраны подрядные организации, которые себя зарекомендовали с лучшей стороны. Имеют штат сотрудников, имеют материально-техническую базу, имеют инструменты, материалы. Что немаловажно, опять же повторюсь, это сотрудников, которые не разом набираются где-то, а находятся в постоянном штате. И плюсом у данных организаций имеются также контракты с муниципальными организациями. И они зарекомендовали себя положительно. Скажите, Дмитрий Анатольевич, а вообще у вас выбор-то был, как у нас вообще вот на этом рынке? Я же вот не зря спросила и про персонал, потому что жалуются все. К сожалению, выбор на данном рынке невелик. Но так как это все равно бизнес, и компании, которые хотят заработать и умеют зарабатывать, они его организовывают правильно. Поэтому здесь экономить на людях, экономить, например, на заработной плате своих уборщиц и дворников, это, наверное, неверный шаг. Поэтому компании, опять же повторюсь, которые сейчас у нас приступают с 27 апреля к содержанию жилого фонда в Свердловском районе, они имеют помимо положительного опыта, они имеют также положительные отзывы от их же сотрудников. Сотрудники, скажем, на работу ходят с удовольствием, заработную плату получают вовремя, получают достойную, и хотят трудиться в этих организациях, несмотря на месте их присутствия. Это Кировский район или Свердловский. Что сейчас должны знать жители, куда им обращаться в случае необходимости, вот в связи со сменой подрядчиков? В связи со сменой подрядчиков, скажем как, необходимости куда-то обращаться не надо. Жители этого не заметят, скорее всего, наверное, заметят как раз. Они заметят разницу между бездействием предыдущих подрядчиков и положительной работой новых подрядчиков. Обращаться в единый контактный центр, это 206-74-75. На экранах сейчас появится QR-код, я прошу жителей и граждан его сканировать. Мы также представлены в соцсетях, и обращения принимаются как в едином контактном центре, так же и в соцсетях. Ни одно обращение не остается без внимания. С прошлыми подрядчиками как расстались? Потому что вот эти компании Винтех и Кайбетсервис сейчас распространяют информацию о том, что уже СКА перед ними задолженность. Это так? Скажу следующее. Та информация, которую они распространяют, включены месяца и март, и апрель. Но обязанность по оплате за данные месяца еще не наступила, поэтому здесь мы будем составлять акты совместные по их работе. Они должны также предоставить нам акты о выполненной работе с подписью председателя Совета многоквартирных домов. Но так как председатели очень сильно, большинство домов недовольны, мы даже проверим еще подписи и созвонимся с каждым. Действительно это так. Подписывали люди акты данной подрядной организации о том, что они выполняли данные работы. Поэтому после завершения вот этих всех процедур мы составим акт сверки, и по нему уже будем осуществлять расплату окончательную с подрядчиками, с которыми мы расстаемся. А когда у вас вот этот расчет, окончательный раздел, так сказать? Последний день работы у данных подрядчиков это завтра, 26 число. Поэтому после завершения данной даты мы приступим к процедуре согласования актов и подписания актов. Ну, как вы уже сказали, в ближайшее время жители Свердловского района ощутят на себе перемену, когда зайдут новые подрядные организации, и перемены эти будут в лучшие стороны. Как вы отслеживали вот их работу в других районах? Ну, опять же, ежедневный мониторинг. Опять же, количество обращений. Кстати, количество обращений иногда не свидетельствует о плохой работе подрядчика. Много обращений это значит... Не то, что работа подрядчика. Много обращений это значит, есть куда обратиться, и вопрос решат. Поэтому иногда большое количество обращений это степень доверия управляющей компании. А управляющая компания, опять же, отслеживает каждый звонок. Почему я и прошу всех жителей звонить по телефону 206-74-75. Это единый контактный центр, где у людей примут обращение, заявку, зарегистрируют, и она тут же будет передана в работу. Либо подрядной организации, либо сотрудник управления компании, которые отвечают за какое-либо направление. Что касается работы подрядных организаций в других районах, там проводится такой же мониторинг, такие же мероприятия, как и в Свердловском районе. Также у нас есть положительный опыт, это встреча с жителями, встреча с председателем Совета квартирных домов, которые мы в данном году устраиваем в каждом районе совместно с главами районов и с депутатами, которые блокируются от данных районов. И, кстати, встреча в Свердловском районе как раз и показала нам, как плохо работают подрядные организации. И, скажем, это стало решающей точкой в принятии решения о смене подрядчика. Самые частые жалобы, которые встречаются от жителей и самая сложно выполнимая, может быть, претензия? Самые частые жалобы, которые сейчас, я уверен, будут меньше по тому же Свердловскому району, это уборка территории, это мытье подъездов, санитарные состояния, это современная очистка от мусора территорий, мытье и обслуживание мусорпроводов. Это часто, потому что человеку хочется, войдя в подъезд, увидеть чистый подъезд, выйдя на улицу, увидеть чистую улицу. А невыполнимое, да ничего невыполнимого нет. Но люди что-то бывают, требуют, вы знаете, ну сейчас фантазия. Во-первых, во-вторых, проводятся конкурсы на самый лучший двор, вы знаете, среди и управляющих компаний, и ТСЖ, и так далее, все участвуют. Даже получают на это какие-то деньги, город, я знаю, платит, по-моему, по 100 тысяч, чтобы они там, ну там, красивые клумбы делали, или там детские площадки. Вот какие заявки есть на эту весну, и что планируется делать, помимо, ну, обязательной уборки, там, мытья мусорпроводов и так далее? В этом году, опять же, администрация по программе благоустройства выделила гранты заявившимся на квартиры, на домах по 100 тысяч рублей. Проверяющая компания приняла такое решение, что все заявившиеся люди, чтобы не остались где-то в стране, мы всем заявившимся от управляющей компании сами выделяем по 100 тысяч рублей, не задействуя бюджетные средства. С учетом того, что бюджетные деньги лучше, пускай, потратятся на другие, скажем, более мелкие компании или там на ТСЖ, на сегодняшний день управляющая компания ЖСК может позволить благоустроить дворы совместно с активным председателем себе самим. Поэтому те, кто обратился, у нас не остались в стране, потому что все мы знаем конкурс, да, кто-то победил, кто-то вошел в список, кто-то не вошел. Поэтому все председатели квартирных домов, которые подали заявки от компании ЖСК, все получают данный приз. В Свердловском районе очень много старых домов еще и много территорий неблагоустроенной, которые вообще требуют хотя бы просто уборки. Какие-то масштабные мероприятия запланированы в этом году? Потому что у нас же город цветет и хорошеет. Да, совершенно верно. Каждый год мы проводим мероприятия после любой зимы. Это очистка территорий, это кронирование деревьев, это спил аварийных деревьев, это покраска заборов, входных групп, крылечек, это мелкий ремонт той же отмостки, это посадка кустарников, цветов. Будут также конкурсы на лучший балкон, лучшую клумбу. Поэтому мероприятий много. Сейчас у нас немножко из-за погоды сдвинулся субботник. Во многих районах мы проводили его вместе с жителем, потому что жители сами хотели, несмотря на погоду, все равно субботник это будет называться или пятничник. Мы в любой день недели проведем данные мероприятия и очистим город от грязи. Еще один вопрос. В Свердловском районе, как мы знаем, есть достаточно большое количество жилья такого аварийного, но которое не в очень хорошем состоянии. Вот на вверенной вам территории много ли таких домов и какие работы там будут проводиться и что с ними вообще, на каком они там учете, не знаю. Так, ну смотрите, по состоянию аварийности, во-первых, это принимает решение комиссии межведомственная. Аварийных домов, что, наверное, имелось в виду сейчас в таком состоянии, чтобы подлежали там сносу, расселению, управлению. А еще они не признаны аварийными, я имею в виду, конечно же, такие дома. Да, я понял вас, да, в управлении ЖСК они имеются. Хочу сказать по статистике, 75% домов, находящихся в управлении у нашей управленной компанией, это как раз тот жилой фонд, который построен до 1965 года. Это 2, 3, 4, 5 этажей. Здесь внимание, конечно, к данным домам у нас пристальное. Мы не можем себе позволить, чтобы инженерная система, конструктивные элементы как раз достигли состояния аварийности. И принимаем все меры для того, чтобы дом был обслужен на должном уровне. И все работы, которые смогут повлечь как раз за собой к приведению состояния аварийности, они выполняются. Чтобы не допустить разрушения фасада, мы современно чиним водостоки. Потому что вода, мы понимаем, с крыши течет, на стену рушится штукатурка, образуется трещина, рушится кладка. Поэтому многие мероприятия, которые приводят к улучшению, по крайней мере, не ухудшению, но, да, можно сказать, улучшению состояния фонда, это профилактические мероприятия, это современный осмотр, современный ремонт ливневых систем, современный ремонт входных групп, современный ремонт дверей, ручек, запоров на окнах. Поэтому все это мелочи, но они требуют внимания, и из мелочей, в принципе, и состоит наша работа. Ну что ж, спасибо большое. Хорошо, что уделяете такое внимание даже мелким деталям. Напомню нашим зрителям, сегодня в программе «После новостей» Дмитрий Пахтенков, генеральный директор управляющей компании ЖСК. Спасибо за ваши комментарии. Это была программа «После новостей». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин